Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я вам очень рада. Сегодня 22 августа. Ну что, практически конец лета, и уже, в общем-то, дыхание осени чувствуется. Особенно вот то, что ночи стали достаточно уже прохладными. И последнюю неделю у нас шли очень сильные дожди и ветра. В саду, вот я приехала, через неделю посмотрела, вот как будто бы, знаете, сад неухоженный. И все два дня пришлось прилагать большие усилия, чтобы просто привести в порядок то, что, в принципе, приводилось в порядок на протяжении всего лета. Сейчас показываю гортензии, потому что здесь я провела, ну, буквально сегодня целый день с утра и вот до такого раннего вечера, подвязывая своих красавиц. Ой, конечно, знаете, когда приезжаешь и видишь какое-то безобразие в саду, сразу хватаешься, начинаешь все исправлять. Но надо было показать то, что было. А было, конечно, ну, для меня некое бедствие, потому что гортензия с самыми огромными шапками, полярный медведь, вот эта красавица, которая пока еще остается под вопросом, да и тот же самый высокий фантом. В общем-то, все они лежали практически на земле. Вот, и я подвязывала, подвязывала и подвязывала. Хотя до этого я также их связывала между собой, и также были ветра и какие-то дожди, но, в общем-то, они более-менее у меня держались. Но в этот раз было, в общем-то, что-то такое, не знаю, что здесь было на самом деле. Так что получается, что вот эта гортензия Киушу вообще самая стойкая, то есть сорт, которому действительно все нипочем. Она стоит прекрасно, держит себя, не поломалась и не погнулась ни одной веточки. А вот эта гортензия, ну, я-то думала, это лаймлайт, но, опять же говорю, остается все-таки вопрос, кто это и что это. Соцветия огромные, в общем-то, вся лежала практически на дорожке. Вот, и подвязывала я мало того, что ставила шалашек, то, что я раньше не делала все эти годы. То есть ей уже тоже лет, наверное, шесть, никогда я каким-то опором, в принципе, ее не подвязывала. Ну, бывало, что нижние ветки ложились на землю, но, в общем-то, знаете, все это было не так катастрофично. В этот раз я увидела то, что буквально один побег стоял вот так вот вертикально, все остальное было внизу. Поэтому соорудила шалашек по, как бы, центру куста и уже к нему подвязывала, и между собой подвязывала. В общем, каждая веточка подвязана. Конечно, удовольствие не из таких приятных. Вот, ну, немножечко поломала ее, но не так, не так. Кстати, самой ломкой оказалась для меня фантом. Причем фантом, который у меня всегда дает очень большую высоту, более трех метров. Сказать откровенно, тоже никогда не было такого паникания, как вот в этот раз. И я, когда стала подвязывать побеги стебля, в общем-то, она у меня самая ломкая получилась. Коснешься слегка, там, плечом заденешь, и слышишь треск, ломается, ломается. То есть, для меня это, честно говоря, тоже открытие, поскольку ей уже 10 лет точно есть. Я уж просто не считаю возраст ее, и такого эффекта я за ней не наблюдала. Ну, поскольку, в принципе, она неплохо всегда себя держала. Вот, что здесь было, непонятно. Вот, вот это малышка Самарская Лидия. Ну, я ее подвязала еще в прошлый раз. Просто она лежала у меня на, так вот, по кругу. Немножечко распласталась. Я ее просто приподняла, но в этом плане все нормально. Здесь у меня ванилов раз, но это посадка прошлого года. Тоже я ее слегка подвязала. Но пока она еще молодая, и соцветия у нее не очень огромные. Пожалуй, вот эта только самая большая шапка. Она еще, ну, более-менее не пострадала. Ну, хотя я вот слышала отзывы, что, как ее не подвязывая, все равно она, в общем-то, склонна реагировать на все ветра, дожди и прочие неприятности. Вот эта гортензия, это Pink Diamond. Вообще, на самом деле, очень неплохо. Она держала себя. Было пару-тройку веточек, которые лежали на земле, но они не были выкручены, вывернуты. Как-то, знаете, ну, просто несколько поникли. Я вот поставила всего одну бамбуковую палочку, и к ней вот несколько веточек привязала, ну, чтобы просто она дальше не укладывалась. Полярного медведя подвязывал тоже неимоверно долго, но хочу сказать, вот он молодец. У него очень тяжелые шапки, очень наполненные были влагой. Некоторые вот лежали на траве, и, конечно, они остались несколько грязными, но я надеюсь, что, в общем-то, очередной дождь или ветер всю эту грязь снимет. Но у него ветки оказались не ломкие, они просто были изогнутые, несколько вывернутые. Даже кора была несколько, как бы, надорвана у нескольких побегов, но при этом они не выламываются. То есть они вполне пластичные, несмотря на тяжесть, огромную тяжесть вот этих соцветий. То есть, ну, и его, и его, у него также стоял один всего ствол центральный, все остальные просто вот так вот веером вокруг лежали. Хотя тоже до этого я его подвязывала между собой бечевками. То есть всегда нужна какая-то опора основательная, и к ней уже нужно подвязывать, ну, а потом, может быть, и между собой. Ну, вот такой нюанс у тех, у кого еще нет таких гортензий, или они еще маленькие. Вот, ну, как бы, на моем опыте учтите эти нюансы, хотя я говорю, для меня это тоже некая новость, потому что, ну, в второгодке у меня всего там несколько гортензий, остальные они достаточно возрастные. Ну, вот что-то такое было в этот раз, что очень их, ну, как бы, попортило, скажем так, и заставило их буквально все лечь. Вот эта гортензия тоже себя совсем неплохо держала, и практически я ничего не стала с ней делать. Гортензия, которую зрители мои в прошлом году определили, как Angel Blanche, по-моему. По-моему, правильно произношу. Вот, очень интересная тоже гортензия. Полюбила я ее, прям понравилось. Хотя она ко мне попала пересортом, но, вы знаете, вот оценила, оценила. И, соответственно, Санда и Фрайс очень-очень неплохо стоит вообще, то есть ничего не паникло, ничего не поломалось, все прекрасно. Еще у меня малышка в этом году я посадила, Skyfall. Вот, ну, она малышка. Соцветия, конечно же, лежали все в траве. Вот, они такого пока среднего размера, не очень такие крупные, как им положено. Ну, красавцы, конечно. Такие цветочки красивые, отдельные. Вот, то есть ее, конечно, в перспективе тоже нужно будет подвязывать точно, хотя бы из-за размера соцветий. Это Skyfall. Так, вот так выглядят мои красотки. Здесь прям пустует место. Вместо рябины посажу обязательно еще, наверное, пару гортензий, чтобы была вот окончательно вот такая аллея. Хотя здесь я посадила в траве у меня тысячелистник, вот этот крупноцветковый, который сидел у меня с розами и мешал им там. Посадил, но весь зарос снытью. Нет времени просто полоть. Нету. Вот, так что мои красотки. И еще, еще одна гортензия. Посадка прошлого года. Здесь же она у меня в этом же уголке. Это гортензия Selection. Очень хороший кустик. Очень симпатичная гортензия. Мне казалось, что я ее купила как некую простушечку. Но вы знаете, у нее очень интересные будут соцветия. Хорошенькая такая. Не сильный конус, но очень-очень плотные соцветия. Так что второгодка. Вот, хороший у нее такой габитус куста. Ну, в общем, симпатичная. Сейчас солнце вечернее. Не очень комфортно снимать. Selection. И здесь же, не уходя из этого уголка, показываю Жаклин Дюпре. Буквально сейчас прочитала комментарии. Меня спрашивают девочки, как она реагирует на дожди. Вот я показывала в прошлую выходную ветку с раскрытыми цветочками. Это та же самая ветка. Она дораскрыла свои бутоны, которые были на ней многочисленные. Вот я ее просто вообще даже не общипывала. То есть, простояла она неделю. Мало того, что раскрыла еще цветы. Вот. Ну, конечно, может быть, они не совсем прям чистые и свежие. Но, тем не менее, дожди, прохладные ночи. Она очень хорошо выглядит. Вообще, ведет она себя по-разному. Вы знаете, тоже все от погоды зависит. И, на самом деле, не могу сказать, что есть какая-то четкая у нее линия поведения. То она быстро сбрасывает цветы, то она держит. Но все зависит от погодных условий, наверное. И от состояния самого кустика. То есть, от его, наверное, здоровья. От того места, где он растет. Поэтому не знаю, как она будет вести себя в других садах. Но, в принципе, я ей довольна. Я ей довольна. Вот за неделю. Если смотрели мое прошлое видео. Ну, вернее, тот, кто спрашивал в комментариях, смотрел, конечно. И вот то, что сейчас, через неделю. По-моему, очень даже неплохо. А вот это гортензия. Это посадка прошлого года. Сорт называется Катон Крем. Но пока непонятная для меня гортензия. Потому что покупала я ее отличным саженцем. Саженец был, по-моему, голландского производства. В пакете у нее была шикарная корневая система. Но прошлое лето этот саженец у меня был очень маленький. И, мало того, он даже не набрал бутонов. И за это лето она, конечно, подтянулась. Сейчас она более метра. Вот основной такой ее побег. Всего один побег набрал бутоны. Достаточно поздно, я считаю. Вернее, он их только набирает, только раскрывает. Но, в общем, пока я не поняла ее. Может быть, конечно, ей не очень нравится это место. Хотя, достаточно странно. Потому что здесь такая же, в общем-то, полутень, как и у остальных моих гортензий, которые очень неплохо развиваются. Но это другое место. И место с близким залеганием грунтовых вод. Вот, в общем-то, здесь вода, влажность, ну, неплохая. И, казалось бы, ей должно быть комфортно. Но, вот, как-то она развивается пока, я бы сказала, неоднозначно. А вообще, это относительная новинка. Еще раз повторю, сорт называется Катон Крем. Ну, в общем, будем смотреть, наверное, на следующий год. Что с ней будет. Увидела, конечно, я, скажем так, пышное цветение Августа и Луизы. Но, хочу сказать, впечатление у меня, конечно, не очень. Я понимаю, что это уже некое осеннее цветение, холодная температура. Но, конечно, цветок выглядит очень неряшливо. При отсветании. Вот, хваленая Августа и Луиза. Я, конечно, ничего не могу сказать. Она, в общем-то, красавица. Она цвела у меня первым цветением. Была еще маленьким таким кустиком. Это первогодка. Вот, она впечатлила меня своим цветком, красотой его. Но, вот, реакция все-таки на такую погоду прохладную и влажную, ну, конечно, не очень. Конечно, не очень. Ну, хотя, надо сказать, так же, как вот и Мэриэн. Вот она стоит. Вся такая, мало то, что веснушечная, несколько такая, подгнившая. Вот. Все-таки, все-таки как-то неряшливо они выглядят, я бы сказала. И, кстати, все-таки так же неряшливо выглядит роза Golden Zest. Это посадка этого года. Я ее, когда снимала относительно недавно, также говорила, что что-то непонятное у нее с листочками. Ну, в общем-то, были какие-то версии трипсы, трипсы. Да нет у меня трипсов. Так, господи, вот влага, влага и прохлада. В общем, несколько она капризнична, это дело. Вот и листья у нее, в общем-то, сразу приняли такой не очень симпатичный вид. Но, видимо, так она слабовата в этом смысле. Может быть, конечно, она приживется и на следующий год с ней будет все прекрасно. Буду я надеяться, потому что цветок-то не очень красивый. Вот это Golden Zest. Все же пока впечатление такое вот, ну, непонятное. Ну, красавица. Ну, красавица. Ну, вот еще раз покажу Pastel Green. Ну, что хочу сказать. Еще раз хочу сказать, что, конечно, в этом году и цветочки маленькие, и соцветия маленькие, и мелкие. И хочу сказать, что, по-моему, даже количество стерильных цветков, то есть фертильных, значительно больше, чем в прошлом году. А стерильных, соответственно, меньше, потому что соцветия были более такие пышные, более насыщенные. Ну, какая-то вот, какая-то мелочь прям вот в этом году. Pastel Green. Ну, вот еще одно цветение у Ричардов Чичестер. Это посадка этого года. Саженец от Бутримовых. Красивая роза, которая, ну, какой-то первый цветок у нее был. Даже не первое цветение, а просто первый цветок был какой-то розоватый. И мы сомневались тоже со зрителями. Она не она. Потом она дала хорошее первое цветение. Мы поняли, что все, что это Ричардов Чичестер. А вот это такое второе насыщенное цветение. Вот. Ну, она сейчас, наверное, уже так в основном отцветает. То есть все произошло вот на неделе без меня. Но кустик вполне объемный, хороший. А розочка такая активная. Так что на следующий год думаю, что все будет еще значительно лучше. И вот потихонечку у меня зацветает Perineal Blue. Зацветает на кончиках коротких побегов. Высоту она дала, ой-ой-ой, сейчас совсем будет на солнце. Высота порядка метр тридцать. Причем так интересно она цветет. На кончике самого длинного побега она не цветет. А цветет она вот так вот ниже. Где-то сантиметров через тридцать пять-сорок. Где-то в центре побега. Не знаю, как хорошо показать, потому что прям солнце в камеру бьет. Ну, кустик такой пышный. Пышный, так что я думаю, на следующий год себя она проявит очень даже неплохо. Вот попытаюсь вам показать, как насыщенно сейчас цветет остинка Litchfield Angel. Такая красотка пышненькая. Немножко я ее общипала, потому что были уже несколько завязших цветочков. Но все равно кустик хороший. Нежная роза переплелась вот с этим восковником. Вот показывала я вам этот цветок однолетний. Не сажайте в розы, не дай бог не повторите моих ошибок. А розы просто заполонил. Вот. Я уже даже несколько кустиков вырвала. Вот еще раз покажу красотку посадку этого года. Гортензия Little Lime. Вот эти два крупных относительно соцветия. Уже и зелененький, и красненький. Такие разноцветные. И вот еще две малышки подтягиваются. Красавица. Вообще поймала себя на мысли о том, что все-таки вторую половину лета и ближе к осени, честно говоря, впечатляют гортензии. Уже второе цветение или третье цветение роз воспринимается как-то естественно. И нет такого, знаете, вот ах. Все как-то естественно. Все нравится, все замечательно, все равно ждешь. Но акцент на гортензии. Вот хочу пополнить, наверное, на следующий год свою коллекцию гортензий. Тем более, в общем-то, место в саду позволяет. Убрали огромный малинник. В общем, надо чем-то засаживать. Поэтому думаю, что буду продолжать еще и помимо роз и тему гортензий. А вот здесь тоже в прошлом году посаженная гортензия Silver Dollar. Но как в прошлом году, так и в этом году сорт почему-то не набрал соцветия. В прошлом году, ну, вполне объяснимо, была молодая, приживалась. Могло такое быть. И в этом году вот пока тоже результата не вижу. Вот. Ну, возможно, какое-то место ей, может быть, не очень нравится. Хотя здесь тоже сосны и все как бы хорошо. Высокое, более метра. Ну, вот, не знаю, что-то у нее не завязывается соцветия. Ну, ладно, поживем, увидим. Все равно кустик пышный, очень хороший. Так что расти будет и зацветет обязательно. Хочу показать вам свою красавицу. Это Хоста. Была подарена мне моей соседкой. Не знаю, как называется этот сорт. И, конечно, сложно передать все на словах, но у нее очень-очень ароматные цветы. Она позднецветущая. Вот. И цветы просто источают обалденный аромат какого-то парфюма. Прекрасная Хоста. Сейчас скрылось солнышко. Я быстрее прибежала к своему красавцу. LD Bright White. Вот. Начал второе цветение. Цветы очень крупные. Но, конечно, цветение прошлого года, он, наверное, не переплюнет. Потому что тот, кто смотрел мой канал в прошлом году, видел, как цвела эта роза у меня. Вот. Она также высокая такая же. В принципе, бутонов у нее, конечно, очень много она набрала. Ну, возможно, и зацветет. Но я думаю, что цветение не будет таким дружным, как в прошлом году. Вот. Красивенная роза. Любимая роза моей подруги. Ирка, привет! Вот. Так что огромный куст. Ну, надеюсь. Ну, все-таки надеюсь. Но цветы очень большие. Прям вот особенно вот этот нижний. И вот этот цветок. Вот этот очень крупные. Ну, более 10 сантиметров. Это точно. Вот. Цветет Jubilee Celebration. Да, в принципе, цветут все розы. Вот следующая ветвь у Вильяма Шекспира. Вот я вам показывала уже ветку, которая в диаметре была практически 50 сантиметров. Ну, вот эта вторая ветка. Чуть-чуть поменьше. Но цветов достаточно много. И бутонов достаточно много. В этом году прям Шекспир, ну, извините, жжет. Молодец. А вот с этого ракурса покажу. Здесь роза. Господи, забыла. Чарльз Дарвин. Ну, она у меня такая небольшая. И здесь малышка забыла. Англичанка. А это вот куст восковника. То есть это вообще нечто. Это вообще нечто. То есть, конечно, этого монстра однолетнего сажать нужно совершенно отдельно. И достаточно всего одного-двух кустиков, чтобы создать огромную просто вот плюшку, какую-то клумбу. Вот. Так что восковник – это просто агрессор. Но очень симпатично вот эта однолетняя культура шалфей. Однолетний шалфей. Уже тоже больше метра. Вот он у меня немножечко упал. Причем я говорю, что на пачке были семена. Причем это все растет из одного кустика. И белые соцветия, и синие. Очень интересный эффект. Так что тот, кто любит возиться с однолетками. Ну вот шалфей однолетний. К сожалению, упаковку выкинула. Ну, такой неприхотливый и очень эффектный. Ой-ой. И вот здесь еще хочу показать. Достаточно насыщенно цветет роза Ванесса Белл. Кто-то в комментариях после моего видео, когда была одна ветка цветущая, сказал, что она какая-то неказистая. По габитусу. Нет, вы знаете, она очень гармоничная. Просто как-то вот та ветка выстрелила. А сейчас она практически вся равномерно такая развитая. Хороший кустик. Ну, там вот осталась веточка, которая еще доцветает. Вот там длинненькая. А так вообще он очень хороший гармоничный кустик. Нежная роза. Так что впечатление о ней не должно быть какое-то негативное. Она неженка и красотка. Ну, неженка в хорошем смысле. Кстати, дожди тоже очень неплохо держит. Очень неплохо. Загнивших цветов практически не было. Сейчас покажу еще. Это Оливия. Да, Оливия в этом году у меня, конечно, скромнее, чем в прошлом. В прошлом году было даже три цветения, несмотря на задержки в цветении. Пышненькая была, была несколько пониже. Но в этом году я ее порезала, пощипала, как и многие другие розки, омолодила. Вот. Ну, не страшно. Но все равно хорошенькая. Очень хорошенькая. Цветет эльф. Цветет пьер де Рансар. И подает на одежду роза Антик 89. Очень много красных молодых побегов. Достаточно долго она у меня цвела со цветами огромными. Я ее обрезала. Вот она молодые побеги выдвигает. Но все-таки я надеюсь на второе цветение. Очень надеюсь. И... Ой-ой, я сейчас пройду сразу, чтобы не отключаться. Пьер де Рансар. И вот эта красотка Навалис. Навалис. Красивая девочка. Ну ладно, пожалуй, на этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь. Будем все-таки ждать дальнейшей хорошей погоды. Бабьево лето и цветение роз. Всем пока-пока.